Радио 54 Первое. Областное радио Личному составу они ее восприняли Довольно-таки позитивно Сказали, есть, да? Ну, да Попробуй откажи, Алексей Юрьевич, ты же понимаешь Давайте тогда расскажем подробно О том, кто в ней может принять участие И что конкретно сделать Речь идет о физических работах В адрес ветеранов Убрать снег, почистить трубу Или о чем мы сейчас говорим? Вообще любая абсолютно работа МЧС на час это называется Что-то вроде того То есть мы вещи, продукты Вот это все не собираем Мы физическим трудом оказываем помощь Да, все верно Уже с начала февраля 2020 года Пожарно-спасательные подразделения Сами оказали различную бытовую помощь Более 30 ветеранам и труженикам тыла На секундочку А что сделано уже в рамках акции? Чтобы люди понимали, что они сами могут сделать И доступна ли эта история каждому? Ну, мы начали с того, что почистили крыши ветеранам То есть я уточнил обстановку по ветеранам В администрации города ООП Их оказалось 25 человек Которые именно проживают в частном секторе Проехались У кого-то надо было снег скинуть У кого-то нет Слушай, ну это зимой-то просто актуально Вот снег на крыше Ну, такого количества Не помню, когда было в последний раз Да, зима нынче снежная Какая-то неожиданная зима в Сибири Ты об этом, да? Ну, как обычно, да Как водится у нас Ну, почистили снег Что еще делали? Ну, в других подразделениях Кто-то там помог машинку установить стиральную Кто-то проводку там починил Ну, вот те, казалось бы, мелкие дела Но которые сделаешь и самому хорошо А главное, людям приятно, правда? Да, все верно По какому номеру вам в МЧС звонить ветеранам, чтобы получить вот такую великолепную помощь? Да, можно обратиться в любое пожарное подразделение То есть, ну, по крайней мере, по нашей области Все участвуют абсолютно Любой ветеран Новосибирска, Новосибирской области, да? Любой, абсолютно Может позвонить и сказать У меня много снега там на крыше, помогите Помогите с какой-то бытовой, да, и историей Тоже можно обратиться Абсолютно Вот это, да? А как узнать о тех ветеранах, которым нужна помощь, но они о себе... Не могут заявить, да Ну, там или стесняются Вы как-то по домам ходите, по квартирам? Да, я уточнил список в администрации города по ветеранам И все, собственно Ну, например, в Ленинском районе Новосибирска Огнеборцев пожарно-спасательной части МЧС России номер 15 Совместно с местной администрацией определили 26 ветеранов Великой Отечественной войны Которым в свободное от службы время могут, опять же, помочь очистить о снега и наледи О территории, крышу домов, хозяйственные постройки и иные бытовые вопросы решить А сейчас еще таять все начнет, это же с этим тоже надо как-то бороться будет А чаще всего, ну вот помимо снега, с какими проблемами бытовыми еще сталкиваются ветераны? Да иной раз достаточно просто с ними поговорить То есть с душевного тепла Они просто, ну, как сказать-то, их не так много-то и осталось Что им нужно? Внимание в основном К некоторым приезжают дети, некоторые одинокие живут Да иной раз достаточно просто поговорить Эта акция привручена к 75-летию Победы, да? Да, к 75-летию Победы Также у нас в этом году нашему министерству исполняется 30 лет Поздравляем с юбилеем 27 декабря будем отмечать И вот, так сказать, совпали две даты И почему бы не устроить Радио 54 Первое. Областное радио